Работники сферы обслуживания, по какой самой странной причине ваш клиент разозлился на вас? В старших классах я подрабатывал в Бургер Кинге. Однажды в ресторан вошел... Кстати говоря, о Бургер Кинге, они совсем, сука, охуели, блядь. У них в ресторане на 400 рублей дешевле заказывать, чем в доставку. Причем на 400 рублей это, я говорю, про один лот, про один баскет крыльев, грубо говоря. Я охренел в этой разнице просто. Еще и сервисный сбор у них есть, там хоть копеечный, но все же, ну, блядь, разница на доставку и на покупку в зале просто колоссальная. Это прям полный пипяу. Так как я работала в аптеке, чаще всего на меня злились за отказ нарушать закон. То есть продавать препараты, которые на особом учете находятся, без рецепта. Но меня злились из-за того, что я не собирался делать возврат. И возврат не делал, потому что чего-то не хватало. И вот, оказывается, я их подосрал и не доложил что-то. А я вот это знаю, чьи там запчасти и что там должно лежать у всего товара. Вы проверяете его. Вы должны были это проверить. Это ваша задача. Я этим не обязан заниматься. А-а-а, блин, это я обожала. Флакон с жидкостью. И, ну, флакон на 50 миллилитров, а жидкости там 25 миллилитров. И указано это на этикетке. И как бы... И там, получается, половина налито. Мне вменяли, что я половину куда-то слила. Да, Настя такая чисто сидела, отпивала. Да-да-да. Такая, чтоб вам, суки, не достали зеленку выпью. Меновазин. О-о-о. Да-да-да. Ах, это просто стандартные флакончики. Вот и все. Я с людей херею. Мужчина и начал жаловаться, что вставил деньги в газетный автомат снаружи, но получил газету, выпущенную в прошлое воскресенье. Он просил меня вернуть деньги. Я сказал ему, что автомат принадлежит не нам, и мы не сможем вернуть ему деньги. Также я упомянул, что вообще-то еще суббота, воскресенье этой недели еще не настало. Он закатил истерику, начал кидать листы газеты по всему ресторану и за кассовую стойку. Вышел менеджер и пригрозил, что вызовет копов. Чувак ушел, крича, что мы ограбили его. Иногда невозможно исправить чью-то глупость. Ограбили на один доллар, наверное, или сколько там? Человек будет публично позориться, лишь бы не признавать свою ошибку. Конечно. Я с этого всегда херею просто. Я работала в магазине косметики. Ко мне подошла женщина с дочерью, которая, скорее всего, училась в старших классах. Вот такой у нас состоялся разговор. Женщина. Мы не знаем, как это называется, но это такие штуки, которые вешаешь себе на шею и прикрепляешь к ним ключи или бейджики. У вас они продаются? Я. А, вы имеете в виду ланьярды? Женщина. Как ты меня назвала? Я. Никак. Вы сказали, что не знаете, как они называются. Они называются ланьярдами. К сожалению, у нас они не продаются. Может, вам стоит посмотреть в магазине хот-топик? Женщина. Неважно. Спасибо, что потратили мое время зря. Когда они развернулись, чтобы уйти, девушка незаметно от мамы повернулась и произнесла шепотом. Извините. Бедная девушка, ее мать реально чокнутая. По словам клиентки, когда она... Меня назвала. Нормально. Это когда какой-то чурман услышит незнакомое слово и воспринимает это сразу как какое-то оскорбление. Это, понимаешь, вот быть не сведущим не стыдно. Стыдно быть тем, кто злится на то, что он не сведущий. Явно это показал. По факту. Стой, стена ногу наехала. Что-то я никуда не убежала. Я тебе мизинчик оторву. Уди пути. Она подъехала к окну автокафе, я недостаточно радостно ее поприветствовал. Самый прикол в том, что с ней вообще говорил не я. И когда я указал ей на это, эта психованная разозлилась еще сильнее. Я работал курьером в пиццерии. Однажды один клиент разгневался и отказался от доставленной еды, потому что он заказал ее к 19.00. А я приехал в 18.55. Он потребовал новую пиццу, потому что, по его словам, та пицца, которую я привез, остынет к 19.00, когда он захочет есть. Я сказал, что нам придется приготовить новую пиццу, и она прибудет позже. Он решил, что лучше позже. Я отвез еще несколько заказов, пока его пицца лежала на моем заднем сидении, и вернулся к нему примерно в 19.30 с той же самой пиццей, но сказал, что она новая. Он открыл ее, чтобы убедиться, что она еще горячая, и остался доволен. Затем он позвонил и пожаловался на меня. После чего пиццария ввела новое правило, по которым мы можем гарантировать доставку в какой-то промежуток времени, а не в конкретное время вплоть до минуты. Это разумно просто, это было рассчитано не на идиота. Чел красава просто, наебал идиота. Потому что он реально идиот, с пиццей ничего не случилось бы за эти сраные пять минут, а он бы поел на полчаса раньше. С ней за полчаса, если особо ничего не случилось, так она действительно остыла на самом деле, по большей части. Хоть и в термосумке, но она все равно была не такая горячая. Ну да, но за пять минут она бы не остыла с 18.55 до 19.00. Но он-то гений альтернативный, и ебать ковырять, поесть нельзя, это просто принципиальность, выебонистость. А они, да, ну как бы вообще странно было ставить, что вы его в точное время привезете. И странно было думать, что доставка привезет тебе в точное время. Это, видимо, давно, что ли, было? Работал в Walmart. К моей кассе подошел один мужик, который хотел купить две какие-то одинаковые вещи для своих шин, но по ошибке взял две разные. Одна стоила намного дороже, чем другая. Он очень разозлился, когда посмотрел на свой чек и потребовал объяснения, почему одна вещь стоит дороже. Я посмотрел на его покупки и заметил, что один товар был каким-то гелем. Я сказал ему об этом, и он потребовал, чтобы я объяснил, почему это увеличивает цену продукта. Я сказал ему, что я ничего не понимаю в машинах, что я просто кассир. Но если он подойдет в отдел работы с клиентами, они смогут заменить продукт на более дешевый. Однако он отказался покидать кассу, пока я не продам ему более дорогой товар по цене дешевого. Кстати, я работал в экспресс-кассе. Это происходило в пятничный вечер около 17.30. И позади этого инфантильного мужчины образовалась огромная очередь. В конце концов наш менеджер смог заставить его покинуть кассу и пойти в отдел работы с клиентами. Позади него в очереди был его сын, и он извинился за поведение отца. Чувака поймали на том, что его племянники 4 и 6 лет спрятали товар под его инвалидным креслом в третий раз. Когда его выводил охранник, клиент обвинил меня в том, что я отношусь с предубеждением к инвалидам. Я просто работала за кассой возле входной двери. Я буквально не имела к этому никакого отношения. Я использовала другую скидку на покупку вместо рекламной скидки, чтобы сэкономить покупательнице больше денег. Мне пришлось вступить с ней в спор, чтобы объяснить, что я пытаюсь сэкономить ей еще больше денег. Но она все не понимала. Ну хорошо, заплати уже большую сумму, мне плевать. Пипец. Ну и правильно. Идиотина. Тебе главное сделали большую скидку, чем ты бы получила. Ты осталась недовольна. Женщина, которую я никогда прежде не видела, спросила меня, где ее дети. Я смутилась и ответила, извините, я не знаю. И она накричала на меня, начала спрашивать, куда они их дели. Она убежала, сердито посматривая на меня. Я вообще не понимаю, почему она решила спросить это у меня. Однажды в Волмарте женщина рассердилась на меня за то, что у нас не продавались пастеризованные яйца. Она просто пристально посмотрела на меня и сказала таким злым голосом, отчетливо выговаривая каждый слог. Скажите вашим менеджерам, пусть закажут пастеризованные яйца. Я была менеджером отдела супермаркета «Красота и здоровье» по соседству с аптекой. Пришел мужчина и попросил противогрибковое средство «Меконозол», рекомендованное ему доктором от инфекции на его лице. Возможно, некоторые из вас знают, что «Меконозол» часто используется при молочнице у женщин. Поэтому его обычно ставят рядом с женскими гигиеническими средствами, прокладками, тампонами и тому подобным. Я отвела его туда, указала на «Меконозол» и сказала, что мы также продаем женерики известных брендов в качестве более дешевой альтернативы. Чувак очень сильно рассердился, что я предложила ему «Крем для киски». Ей надо было просто повернуться на него и посмотреть, и сказать, ну просто это потому, что ты та еще пусси. Он реально... Да нет, потому что твое лицо так разворотило, что он похож на пизду. Старой бабки. Извините, я не удержалась. Блядь, ну он же реально пусса. Многие люди не понимают, что у препаратов может быть широкий спектр применения. Ну как бы да. Ну, курили. А кладут их ближе к каким-то другим препаратам, потому что они могут чаще применяться для этого. Да. Для того, чтобы... Ну это в основном для того, чтобы и на витрине было клиенту проще найти, и самому работнику. В качестве средства для его лица и потребовал вызвать менеджера. Я сказала ему, что я менеджер отдела. Он начал спорить, что невозможно, чтобы баба была менеджером, руководящим мужчинами, и ушел. По крайней мере, я так думала. Оказалось, что он пошел дальше по отделу, наткнулся на первого попавшегося сотрудника мужского пола, который затем привел его к своему менеджеру, ко мне. Так как он не знал, что такое амиконозол и где он находится. Покупатель снова отказался слушать меня. И тогда я попросила сотрудника отвезти его к фармацевту тоже. Спасибо за 4 месяца. Женщине, чтобы он сказал ей, что ему нужно. Вскоре после этого я услышала, как он кричит на фармацевта, требуя, чтобы она позвала кого-то, кто знает, о чем говорит. Его попросили покинуть магазин. В конце концов, был вызван охранник, чтобы выпроводить его. Уходя, он продолжил... О, наконец-то мужчина. Скажи мне, где тут миконозол? А прикинь, охранник подходит, а это женщина. Такая гигачат. Да не обязательно гигачат, бывают женщины, как бы они сидят по камерам, смотрят просто. Ну да, и у нее может быть шок. И шокер. И дубиночка может быть. Не договорил я почему-то. Шок будет у этого мужика. Точнее, он у него уже произошел. Она говорит, что женщины понятия не имеют, что нужно для его здоровья. У меня был темный лак на ногтях, и одна женщина сказала, что это значит, что я пропагандирую сатанизм, и что мне стоит запретить появляться в местах, где бывают дети. Затем она сказала моему менеджеру, который был неподалеку и слышал весь разговор, что меня нужно уволить и внести в черный список всех заведений, чтобы они не брали меня на работу. Я работал в сетевом магазине электроники Best Buy. Иногда работал в отделе компьютеров. Однажды один парень рассердился на меня из-за того, что качество чипов Intel неуклонно снижалось. Поэтому он хотел, чтобы я дал ему скидку на покупку ноутбука Intel. Было очевидно, что он понимал, что это косяк производителя, потому что он сам говорил со мной о том, как Intel вкладывает свои ресурсы в квантовые вычисления. Они занимаются улучшением качества железа. Но, блин, я же не могу просто позвонить кому-нибудь в Intel и попросить их сосредоточиться на другом. Я также не могу дать скидку в 20% на новый ноутбук из-за того, что вам не нравится AMD, и вы не считаете, что цена соответствует производительности. Блять, если ты считаешь, что Intel делает как-то хуёво, то покупай AMD. Но AMD тебе тоже не нравится, тогда иди нахуй! Охеревший. Примерно в 2005-м я работала в банке. В тот день я сидела за кассой, и у нас было очень много посетителей. Наверное, это было первое число месяца, поэтому образовалась огромная очередь. К моему окну подошёл один мужчина, который был очень разгневан и расстроен тем, что ему пришлось так долго ждать в очереди. Это ещё было можно понять. Мы вывели всех сотрудников, чтобы они принимали посетителей, но очередь всё равно была чудовищной. Наверное, он ждал около 40 минут. В общем, он подошёл к моему окну, раздражённо бросил свою чековую книжку через специальный проём и сказал, что хочет снять некоторую сумму. Должна отметить, что он дал мне чековую книжку банка Уэллс Фаргу, в то время как я работала в Вашингтон Мьючелл. Я сказала ему об этом, и он устроил жуткий скандал, обозвал меня стервой и сказал, что у меня жуткий характер. В конце концов, он вызвал моего менеджера, чтобы пожаловаться на меня. Менеджер извинилась за моё поведение, и он в конце концов ушёл. Некоторые люди набрасываются на других, когда сами же косячат. За что менеджер, блять, извинилась? Менеджер тоже, конечно, молодец. Лишь бы он свалил и очередь не задерживал. Ну да, но всё же. Но это неправильно, да, я согласна. Какого хрена, за что извиняться? Два таких примера. В студенческие годы я почти 4 года работал кассиром в банке. Помню, как клиенты сердились и кричали на меня, когда у них не хватало денег на счёте, или когда их чеки были недействительными, или по куче других причин, которые так или иначе были вызваны нехваткой денег у них. Как, чёрт возьми, я могу быть виноват в этом? Я работал в Макдональдс. Они считают, что ты обслуживающий персонал, что они выше тебя и имеют право на тебя срываться, потому что они бездарные, бесполезные, бедные куски говна. У меня только такое обоснование этому всему. Такие же, такие всегда и везде приходят, и считают, что им все везде обязаны. Посетительница пожаловалась, что в её Биг Маке нет помидоров. Я объяснил ей, что в Биг Маках не бывает помидоров, но мы можем добавить их по желанию. После этого она начала петь мне песню о Биг Маке в зале полном посетителей, добавив слово помидор в слова песни, пытаясь доказать свою правоту. Ну, это мне не нравится в сраном Макдональдсе, что у них почти нигде нету нормальных овощей. Так притрусят айсбергом чуть-чуть. Причём айсберг, да, у них не нормальным листом, а каким-то хреном вот это, покоцанный на кусочки. На мелкие кусочки. Просто раскрываешь бургеры этот айсберг везде. Да. Ну, мак, вкус очка. А, мне там нравятся только мак-завтраки. Вот они вкусные. Я работал в ветеринарной клинике. Клиентке не понравилось, что один из наших врачей, недавний выпускник, был молод. Она сказала, мне не нравится, когда люди вдвое моложе меня ведут себя так, будто они знают больше меня. Ёп твою... Потому что это так и есть. Сука, ты тупая. Мне тоже такие претензии предъявляли, что я слишком молодая. Вот это вот взрослых... Логика взрослых людей, что ебать ковырять я старше, значит, я в любом случае больше знаю, максимально глупая. Это было так. Я очень радуюсь, когда вижу молодых специалистов или те, которые уже постарше, но такие бодрые и бойкие. Я сразу понимаю, что человек там типа в теме, в деле и в курсе всего. Странно. Мэм, но он действительно знает больше вас. Он квалифицированный врач. Я работал в киоске. Она, видимо, думает, что как ты вообще собираешься лечиться в старости, если все врачи, вероятнее, всего будут моложе, чем ты уже? Это, во-первых. А во-вторых, а как молодому специалисту набираться опыта? Ага. Это из той же... Я не дам себе практикантку. Практиканту. Ну это же последний курс. Вам просто укол делают в ягодицу. Я не дам себе практиканту. Конченый. И тут приходит медсестра, у которой тяжелая рука, и она делает больно уколы, да? И тут приходит медсестра, которая мало-моложе. А? Практиканта. Такое тоже бывает. Однажды к окошку подошла маленькая девочка лет 5-6 и заказала газировку. Ничего необычного. Я взял у нее деньги, налил газировку в стакан и отдал ей. Минут через 30 какая-то женщина подошла к окошку совершенно взбешенная. Что это, черт возьми, такое? Это газировка. Наша семья не верит в газированные напитки. Как будто газировка это что-то вроде Санта-Клауса. Как вы смеете давать моей дочери газировку? Она сама заказала? Ребенок машет рукой. Нет, она не заказывала. Она никогда в жизни не заказывала газировку и никогда не закажет. Это твоя вина. Замени это на что-нибудь негазированное. Прямо сейчас. Как будто ей в голову не приходило, что 6-летний ребенок, находящийся без присмотра взрослых в окружении других 6-летних детей, наслаждающихся освежающей газировкой в жаркий летний день, может поддаться искушению. Мне хочется думать, что сейчас этот ребенок бунтующий подросток, который пьет все газированные напитки, какие только пожелает. А потом пердит ей под нос. Не все от газировки пердят. Все. Да вроде нет. Во-первых, а во-вторых, вот в этом случае надеюсь, что да. Ну да. Не, я не помню, чтобы... Да в принципе я от газировки не особо пержу. У меня такой вроде проблем особо... Желудок организм от них, это да. Ну да, желудок раздувает. Женщина заказала 3 порции жареной рыбы. Нет, я представила другую ситуацию. Она такая приходит, мам, мам, такая, колый, и в лицо такая... Вот это возможно. Вот он такие... Все развивается. И вылетают этот, как там еще кусочки, кусочки Биг Мака, да? Без помидора! Я вспомнил просто этот видос Карамышева. Что ж, кусочки вылетели. Принесли заказ, можно было подумать, что кто-то несколько раз ударил ее тупым ржавым ножом для масла. Оказывается, она сидела на какой-то диете и не знала, что жареная рыба будет жареной. Она закричала, что не может есть жареную... ...пищу. Прямо детская истерика. Ей было около 40. При этом эта диета не помешала этой сумасшедшей съесть картошку фри. Спасибо, что посмотрели этот... Гениальная, блин, женщина. А картошка фри, это, блин, вообще-то хуже, чем жареная. Это фритюр. Понимаешь, она буквально называется фрайс. Понимаешь? Да, да, да. Это жареная. Спасибо за просмотр. Увидимся.